Юбилейная 71, Свердлова 55, Льва Толстого 80, Советский проспект 50. Это лишь малая часть дворов, которые за минувшие несколько месяцев обрели новую жизнь. Всего их в списке 39. Вот, например, обновленный двор на 30 лет побит 39. Буквально за пару месяцев минувшего лета здесь уложили новый асфальт, обустроили новую вместительную парковку и также установили скамьи, урны и фонари. Но, замечу, такая же стопроцентная готовность сегодня пока еще не везде. В трех дворах на Мира 80, Ермака 68 и Свердлова 154 работа находится на финишной прямой. Там подрядчику осталось лишь установить фонари. Нам он пообещал управиться с этим до конца этой недели, чем, безусловно, порадовал жителей. Хотелось бы, чтобы поставили фонари. Как автомобилист, да, очень доволен, что сейчас хоть ни ям, ничего нету и спокойно можно на стоянку заезжать. То есть ни укатов, ни ничего, все закатали ровно. Сроки сдачи этих дворов уже больше месяца, как и стекли. Причина тому вовсе не снежная погода. У подрядчика попросту не хватило денег закончить работы вовремя. Вообще город не платит авансы на выполнение работ. То есть предполагается, что работы выполнены, после этого получает подрядчик свои деньги за выполненные работы. То есть подрядчик должен рассчитать собственные силы, свой финансовый план построить таким образом, чтобы ему хватило средств на выполнение всего комплекса работ, а не так, что он выполнил какую-то часть, получил деньги. Что касается следующего года, то в 2019 власти вновь планируют отремонтировать 39 дворов. И наверняка у многих сейчас возник вопрос, что же нужно сделать, чтобы попасть в программу. В первую очередь необходимо организовать собрание жильцов. Если большинство в письменной форме проголосуют за обновление двора, можно действовать дальше. А следующим шагом будет определение фронта работ. То есть вам совместно нужно будет решить, нужна ли вам парковка, новое освещение, детская площадка, а также у каждого ли подъезда должна быть урна и скамейка. Далее подключается управляющая компания или ТСЖ. Именно они должны заказать проект будущего двора. Отмечу, что из-за его создания жильцам дома придется, что называется, скинуться и заплатить из своего кармана. После, когда эскиз уже будет у вас на руках, пишите заявление на участие в программе в свободной форме и смело несите его в городское управление благоустройства. Но и на этом миссия жителей не заканчивается. Согласно программе, они должны оплатить 1% от стоимости сметы. Но не пугайтесь, как правило, сумма с квартиры выходит в районе 100 рублей. Поверьте, это тот самый случай, когда цель полностью оправдывает и усилия, и средства. Ведь что может быть приятнее, чем ходить домой по ровной дороге, не воевать с соседом за парковочное место и гулять с детьми на современной и безопасной площадке. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками.